Когда метод палсинг, холистический массаж, нельзя применять. Противопоказания. Если есть инфекционное заболевание, и мы расшатываем всю систему, то это способствует более быстрому распространению процесса. Поэтому, когда есть инфекционное заболевание, то есть первые 5 дней, лучше не работать методом палсинга. Потому что можно усугубить процесс. То есть вот такие противопоказания. Дальше. Палсинг противопоказан с вопросами, связанными с психиатрией. Напоминаю, психическое здоровье – это когда человек ведет себя адекватно роли. Например, роль мамы, продавец, менеджер и так далее. Это про аутентичность, быть собой, в связи со своими потребностями, чувствами, ощущениями и так далее. И мы искренность видим. Человек аутентичен, естественный или он в маске. То есть первое – это аутентичность. Второе – это адаптивность. Когда человек связан с миром адекватно. То есть меняются условия, и человек может менять свое поведение в соответствии с ситуацией. Дальше. Есть еще пограничные расстройства. Когда человек в целом адаптивен, чаще, ну, частично аутентичен, но его вышибает определенные ситуации и будет проявляться слабость в психике. То есть это малая психиатрия, пограничные расстройства или патопсихология. Плюс, напоминаю, если человек – инфантильная личность, такой позитивчик – это тоже пограничная динамика. Но, в принципе, пограничников, если у нас есть навыки, мы можем брать. Но есть еще психические заболевания. Это большая психиатрия. Это психозы, алкоголизм, наркомания. Человек неадекватен. То есть базово на метод палсинг, холистический массаж, мы не берем человека с психическими заболеваниями. Большую психиатрию. Малую психиатрию, позитивчиков, инфантильных личностей, пограничные расстройства можем брать. Плюс, если люди не заземлены, улетают в облака, то не берем на этот метод, работаем другими принципами. Например, вы начинаете делать палсинг и видите, что все-таки у клиентки психотическое расстройство. То есть будет тяжело обратно вернуть. Человек может попасть обратно в психоз, поэтому желательно на входе диагностировать. Если это большая психиатрия, то методами палсинга мы не работаем. Желательно, ну как, не берем такого человека. Особенно, если есть диагноз. Дальше, когда есть тромбозы, не надо использовать палсинг. При травмах, переломах не работаем, но на отдаленных участках можем работать. Например, у человека перелом в коленке. Отдаленный участок, там голова, шея, грудная клетка. Пожалуйста, можем работать, применять элементы метода палсинга. То есть аккуратно, потому что система уже сформирована, функционирует, скомпенсировалась. А мы ее раскачиваем. Ну, могут быть обострения, поэтому на противопоказания обратите, пожалуйста, внимание. То есть это очень серьезно. Людей с психическими заболеваниями, большая психиатрия, на эти сеансы мы не берем. Если человек не заземлен, чаще в облаках улетает в духовный мир, а в материи не заземлен, тоже лучше на эти сессии не брать. И если есть инфекционное заболевание, первые пять дней условно, ну, заболевание еще активно, надо отложить эти сессии. Все в слайдах, шпаргалках есть. Рада вашим вопросам, размышлениям, комментариям.